автор ролика не призывает вас к ненависти данное видео постановка а все участники актеры также мы не пытаемся никого оскорбить сходство с реальностью это совпадение а все персонажи вымышлены конечно и кто я сейчас скажу как тебя зовут так грубляк по моему какую политику поддерживать и пророссийскую прорумынскую в смысле про европейскому прорумынской это похоже давай начнем с того что во первых мы граждане одной страны и мы должны быть про государственники до очередь до расскажите про пренестрое сергей 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 иванович обещал тоже чуть-чуть обрезать этот видеоролик и так нехорошо его обрезать это вы которые рассказывали про склада до ну ты что не видел тот ролик так он набрал все тысяч просмотров прикинь я кинозвезда меня здесь меня просто меня знают здесь и кое-кто из моих знакомых меня как идентифицировали все равно по голосу но эти знакомые важно все равно не сдали тем более все не смотрят сергей ивановича у них с вами общая позиция скорее всего возможно слушайте расскажите про школы молдавские в преднестровье там слышал две молдавские школы ну и на молдавском языке там кириллица как в ссср да ты думаешь там кто-то учится я сомневаюсь что там учатся вообще молдаване ну не там же есть 200 тысяч молдаван есть преднестровье подожди в террасполе есть лицей теоретически лучан благо он под юрисдикцией министерства образования республики молдова а он румынский путь да там директор йовчев иван иванович он имеет стал румынии орден румынский стал румынии он кавалер ордена стал румынии он сколько перетерпел этот человек сколько репрессии они там пережили в той школе вообще в терраспольские румыны молдаване которые остались верные триколору и республики молдова ты не представляешь себе григориополе тоже есть теоретические лицея он сейчас в он не находится прямо в григориополе он сейчас его эвакуировали в село дородское село дородское находится тоже на левом берегу в преднестровском регионе под контролем республики молдова и вот дети каждый день ездят проезжает этот пикет преднестровских этих силовых структур преднестровского региона постоянно они подвергаются и контролем разным унизительным и всему остальному они же подали в суд европейские против россии и даже выиграли его не знаю если им заплатили эти репарации эти компенсации ну знаешь что европейские суда не выиграли это кто выиграл вот эти школы румынские школы с преднестровья против россии ренат да ренат тебя зовут да да ренат послушай ты пойми правильно единственный памятник штефану который сохранился еще от румынии это тот памятник который находится по штефан челмарь был был создан при великой румынии александр племидиалы да потом в сороковом году когда советский союз оккупировал бессарабию этот памятник эвакуировали чтобы его не разрушили большевики ты понимаешь потом 40 потом его вернули потом подвинули я знаю потом двигали вода там тут долгая история какой ренат послушай прикол я тебе сейчас скажу одну тему все расскажешь и все интересно ваш замаживает тема преднестровский рубль достоинством 100 рублей дмитрий кантемир там на купюре 100 рублей там дмитрий кантемир изображен короче они хотели в террасполе поставить памятник дмитрию кантемиру но они там екатерине поставили там где того площадь свободы или как называется там где их не суворов наконец все такое и хотели я не знаю какие у них были мотивы тогда политические социальные мотивы дмитрию кантемиру поставить потому что он же был как бы с этим петром первым я знаю дмитрий кантемир я учился в лице и теперь это самое как обычно сперва знаешь начали базар насчет этого потому что я слышал и по телевидению одно время что-то в соцсетях этих преднестровских говорили что вот одно второе а потом когда они уже решили сделать этот памятник появились там пару умных кумекающих людей которые сказали а вы знаете что дмитрий кантемир это промоутер румынизма молдавского народа как он же там дискрия дискрипцию молдавии там писал он ком с этим петром первым он драпанул от турков питер вон кстати дмитрий кантемир я так понял был первым бригадиром молдавских гастарбайтеров он руководил строительством питера питера петербурга какие короче они ограничились но то что они сделали купюру эту с дмитрием кантемиру но отказались от памятника дмитрию кантемиру почему потому что дмитрий кантемир конкретно пишет в своих хрониках что молдаване это регионализм это региональное название народа но этническое имя этого народа румыны и он пишет свои хроники и он пишет это в своих хрониках ты понимаешь и много других посылок на то что язык румынский и народ румыны понимаешь еще до появления румынского государства как такового и они вероятнее всего они от идеи памятника может по этой причине и отказались в тирасполе это это я тебе скажу это несколько лет назад было а уже 2013-14 ну да так сейчас придется в период этого приднестровского это самое и чтобы ты не думал что я вру просто я не думаю есть человек живет придистрове он рассказал есть такая тема есть последняя книжка которую написал дмитрий кантемир называется хроникону романа молда влахилор и оригинал этой книжки находится в санкт-петербурге я знаю я помню смотрел ролик про румынский язык там рассказывалось то что гетодаки называли это который романизирует ну получается молдаван и румын это романизированные гетодаки то что так романизированные гетодаки уже назывались дакароманами вот там еще был а не уже зал максиса не было так замолксис это и бог даков это же языческий мы учили же все история румынии много разных интересных тем если допустим смотреть на прошлое на историю на сегодняшнюю реальность не из не с точки зрения какой-то позиции прорумынской или про европейской или пророссийской а просто знаешь вот как рубрика евроньюз есть но у комминс вот получаешь голый факт и просто ты его начинаешь оценивать с точки зрения своего когнитивного мышления и все и вот то что ты понимаешь что есть истина но ты пойми так не надо на них обижаться ты это же люди это часть нашего общества мы являемся частью этого общества они они верят тому категорически верят тому что они получают допустим с телевизора с этих новостей все остальное у них нету у них отсутствует критическое мышление у них категорическое доверие тому что им говорят по телевизору понимаешь этих людей не на нельзя осуждать и тем более наказывать они уже наказаны тем кто они есть понимаешь поэтому наказывать их людей не надо может быть они прозреют может быть зададутся вопросом почему так они по-другому почему а вдруг это неправда а что наш как этот слепаков семён этот их не певец юморист в россии я знаю что скоро подорожает нефть а чтобы если нет да да понятно люди как люди агрессивные чуть-чуть особенно такие знаешь которые про приднестровские пророссийские идеологически отравленные люди они более агрессивные есть люди которые допустим занимаются просто своими делами примерно в бельцах но в бельцах ты понимаешь в бельцах там тоже русских очень много видишь обратно же и государство наше тоже молдавское виновата они не поставили себе за цель изменить как-то людей они все на самотек пустили и все и подумали что само собой рассосется саналон в казахстане извините опять перебил в казахстане правильно сделали на север казахстана начали переселять южных казахов там давали им льготы какие-то чтобы выгодно было а у нас молдове так не делать чтобы просто взять всех размешать чтобы вот это не было вот этих пророссийских мест где куча таких пророссийских ватников короче да все они пророссийские неважно кто они такие ты понимаешь человек это такое это человек это такое существо что она на лету перебывается ты понимаешь ну не скажите 2009 было больше наверное пророссийских но революция совершала меньшинство ты имеешь ввиду в кишиневе то что вот эти движения были а а а а а а а а а Снимай, 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 покажи еще один раз, покажи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова